Доброе утро, девочки! Доброе ли? С самого раннего-раннего утра идёт дождь, причём по козырьку бьёт, ну, проснулись от дождя. Я проснулась от дождя, и от того, что окно приоткрыто немножко, отопление выключено. Ну, вчера был хороший день, не включали отопление, вот так свежо прям было. Мы же без одеяла спим. В общем, слышу, дети там выбирают, какую кашу варить. А у меня были свои планы. Ну, видимо, они сейчас поменяются. В общем, девочки, всем доброго утром, хорошего дня, отличного настроения. Пойдёмте выбирать кашу. Вот эту едем. В смысле, вот эту? Так, не рисовую. У нас ещё вчера плов был. Давай, может быть, тогда вот дружбу я сварю. Где дружба? Ну, пшено с рисом, это дружба, правильно? Хочу вот эту. Вчера плов ели, Арсений. И что? Ну, и опять рис. Я хочу плов. А Федя выбрал овсяную кашу. Вот эту. Но эту я не буду сегодня. У меня есть ещё увелка эта овсяная. Где она вообще? А где увелка овсяная? А, вот овсяные хлопья. Вот эта, которая 3 минуты варится. Ну, в общем... А это сколько варится? А это 20. Наверное. Ничего страшного, да? Да. Сколько она варится? Ну, где-то примерно 15-20 минут. А вот, в течение 20 минут ее варить. Девочки, смотрите, какая красота у меня здесь стоит. Это мне вчера Федя подарил. Ты можешь Федя тебе подарить? Почему? Потому что ты этого не видел. Ты с Федей на улице гулял. Когда Федя из садика приехал. Так он уже из садика приехал. А не в моей школе гулял. Ты вечером гулял с... Девочки, это, короче, мне Федя подарил букетик из садика. Принес эту красоту. А здесь у нас отстаивается вода. Чего? Была чистая вообще крышка. Для рыбки. Да, надо сегодня аквариум помыть. Переиграли. Арсений унес Федю. Унес, просто унес. Переиграли. Все-таки решили дружбу. Один пакетик риса. Я вот именно варю из пакетиков два пакетика. Если, допустим, я варю рисовую кашу, я варю на завтрак два пакетика. Потому что я вот не хочу завтракать, я попью кофе. Хотя надо завтракать, девочки. Мы все прекрасно это знаем и понимаем. Вот. И здесь в этой коробке был только один пакетик. Поэтому он говорит, ну ладно, давай дружбу. Вот я сейчас смешаю вот эти два пакетика. Я их открою, естественно. И все будет хорошо. Здесь еще один пакетик остался. Вообще, я сегодня планировала. Точнее, вчера планировала, девочки, сварить. Знаете, что? У меня есть скумбрия из пятерочки. Красная цена. Нормальная, нормальная скумбрия. Я планировала сварить суп рыбный. Давно из консервов не варила. Просто банка уже давно тоже стоит. И обычно я варю. Что туда добавляю? Либо рис, либо пшено. Чаще рис. Ну что, соответственно, этого супа сегодня не будет. Ладно, если завтра будет овсяная каша, а скорее всего так и будет, потому что Арсений Федя так пообещал, значит завтра будет вот этот вот супчик. Ну, на один раз, чтобы поесть. Вот, а сегодня... А хотя, может быть, я сегодня сварю так, что завтра мне не придется суп варить. Да, надо посмотреть, что у меня есть в холодильнике из мясного. Ну, в общем, варю кашу. Вот, девочки, не могу ничего с собой поделать. У меня не поднимается рука. Выбрось пустую коробку. Любую из-под чего угодно. Из-под чая, из-под каши. Вот, ну, не поднимается. Я просто вроде такая дверь открыла, чтобы ее выбрасывать. А не могу. Не знаю, это у меня, наверное, какая-то это... Бзик какой-то. И вот, знаете, да, что я все время разрезаю. Очень удобно вот такие вот штучки. Писать на них, допустим, продукты, что нужно купить в магазине. И там я Лешу даю, либо себе беру. Ну, во-первых, картонечка такая, не бумажечка. И они у меня всегда вот в ящике лежат. Ну, тут по-разному бывает. Видите, здесь не особо порядок, но неважно. И вот у меня вот здесь вот это все дело всегда лежит. В любой момент можно взять, которые бумажечки побольше. Вот, например, вот такие. Я пишу список дел. И вычеркиваю, ну, потом выбрасываю. Я понимаю, что можно ежедневник писать, но чтобы вычеркивать, там будет постоянно грязь. Галочки ставить, это мне ни о чем. Вот я написала дела, сделала, выбросила, и все. Так что вот лайфхак, девочки. Ну, вы это знаете. Здесь вот у меня ящик с ложатыми вилками. И вот здесь специально тоже я делала себе ящик. Такую под мелочевку, вот такую металлическую. Вот этого здесь не должно быть. Я не знаю, что оно здесь делает. И нужно порядок навести. Вообще-то в идеале. Там у меня весы стоят. Ну, такое, чем редко пользуюсь, оно у меня здесь лежит. Я навожу порядок. Вытираю там, вытиру. Короче, вытиру. Слышите? Вытиру. Вытру раз там в месяц, может быть, в два. Всегда мы знаем, что здесь лежит. Ну, видите, какая-то вот такая вот мелочевка. Ручка. Не здесь она должна лежать. А вот здесь. Ну, потому что бумажки здесь, но кто-то положил. Вот это вообще не пишет. Надо выбросить это. Я точно знаю. Я хотела тут записать, а нечем было. Да. Батарейки. Очень даже хорошо. Забыла про них. Надо тоже здесь порядок навести. Ой, руки не доходят. В общем, достала из холодильника. Чего это? Бедро куриное, что ли? Не знаю, смотрю. Вроде на окорочок не похож, да? Да, наверное, бедро оно большое. Потом от свинины. Ну, вот когда Леша шашлык маринует, режет, получается так, что какие-то кусочки, косточки. Вот он вот так вот в пакете кладет. Что-то, допустим, сильно жирное? Нет, он отрезает и выбрасывает. А вот именно, чтобы мне... Я могу вот из этого суп сварить. А вот это вот у меня курица. Это я пакет порван. Целую курицу, кстати. Может быть, картошку потушу. Посмотрим. Пусть размораживаются. Может быть, котлеты рубленые сделаю. Что я дофига всего достала. Нет, если я сделаю рубленые котлеты, что опять буду замораживать, что ли? Может быть, я от нее отрезала уже. Сейчас я не пойму, не помню. Ножка одно, бедро одно точно есть. Может быть, второе бедро я от нее отрезала. А еще, смотрите, какая у меня красота появилась. Показываю вам сейчас специально в шкафу. Половина посуды в посудомойке. В общем, вот, девочки. Это я купила в Магнит Косметик. Не у нас. Ну, тут были в Магнит Косметик. И оказывается, там такой большой магазин на Парижской коммуне. Прямо, знаете, как торговый центр Магнит Косметик. И там спокойно можно все рассмотреть. И не наставлено, когда площадь маленькая. Получается, что сильно наставлено. Убавлю газ. И, в общем, вот такая эта люминарка. Я как увидела. Я прям, во-первых, скидка была 51%. 219 рублей вышла вот эта тарелка. Блюдо. Блин, пиала. Как она называется? Под цвет нашей посуды. Причем посуду я покупала когда-то в Ленте. Тоже по акции. И получается, что там вот, что было, плоские тарелки, глубокие тарелки, маленькие вот такие вот пиалочки. Таких вот не было. А здесь, представляете, их было две. Я купила одну. И, девчонки, я жалею, что я купила одну на самом-то деле. В идеале бы таких две иметь. Ой, не Леша, а Арсений такой говорит. Мы с ним были. Так можно она... А-а-а, девочки. А мы были вместе с Арсением. И когда он говорит, может быть, две. Я говорю, давай пока одну посмотрим, по цвету подойдет или нет. Он говорит, да, подойдет. И, девчонки, да, действительно, прям тот цвет. Вы представляете? И он говорит, на Новый год как раз можно большой салат. Я говорю, можно. И не только на Новый год, когда кто-то придет. Там огурцы с помидорами нарезать, да. Да и вообще вот картошку переложить. Девчонки, такая тарелка хорошая. Вообще, мне так нравится. Не знаю. Может быть, даже надо вторую купить. Их было две. И вообще, Магнит Косметик меняет ассортимент полностью. Ну, поставщиков. Ну, не полностью может быть, но в основном будет меняться ассортимент. Поэтому, ну, я надеюсь, люминар-то можно будет. 219 рублей, девочки, 219 рублей. Видите, у меня получается, я покупала две вот таких больших сразу. По-моему, шесть вот таких. Шесть таких. Три вот таких. Почему-то три. Надо бы четыре в идеале. И вот у меня теперь вот такая одна есть. Мне очень нравится. У меня же есть еще белая посуда, люминар. Девчонки, даже рука не тянется. Мне вот эта вот очень нравится. Да. А бывает интересно из этой серии еще, может быть, поменьше блюдечки. У меня они разносортные. Хотя они мне тоже очень нравятся. Это вот блюдечко уже, видите, от посудомойки. Они, конечно, стали вот зелененькие такие. Так себе. Ну, я их когда-нибудь на дачу увезу все равно, да. У меня на даче, кстати, много. Мне же Лариса дала. Они еще белые, просто белые есть. А вот это вот от сервиза. Причем от маминого. Я когда это сказала как-то, ну, когда-то говорила. Мальчишки это достают. Вот едят. Особенно Федя. Мам, это же у тебя от маминого. Это с твоего детства. Я говорю, да. И чашечки такие есть. И чайник есть, и сахарница. Но они, по-моему, на даче. Ну, в общем, мне нравятся. Очень так вот лаконично, красиво. В общем, все хорошо. Люблю. Вот, девчонки, люблю свою посуду. И вилки-ложки тоже еще старые. И не хочу менять даже. Были в пятерочке. Арсений захотел вот такой чай. Ну, потому что он пил в гостях чай. Ну, с малиной, по-моему. С малиной не было. Вот купил вот такой, девчонки. Ну, во-первых, это просто с ароматом лесных ягод, что ли. И, в общем, я что хочу сказать. Так противно пахнет. Корвалолом. Стоит в шкафу. Пахнет. И вот целая коробка. Он один пакетик только попробовал. И, я так понимаю, ему не понравился. А я ее не допил. И я решила этот чай допить. И у меня моментально началась изжога. Представляете? Ну, я вообще, мы такие чаи же не покупаем. С фруктовыми какими-то там начинками. Ну, этими ароматами. И у меня сразу же началась изжога. И вот я, вот он стоит. Воняет на весь шкаф. И я не знаю, что с ним делать. Ну, как-то вроде. 25 рублей, девочки. И вроде жалко выбросить в пакет, что ли. Или переложить куда. Не знаю. Да никто не будет пить. Леша у меня такой, Леша, только крепкий черт. Аху, блин, сыпется. Ты его когда купила? Это Арсений купил на днях. На днях! Вот мы пьем вот этот нормальный. Он не сыпет, девчонки. Он не пылит даже. Нормальный чай. Или краснодарский мы берем. Я его перекладываю в коробочку. Вот в такую. Ну, в общем, в баночку, да? У нас есть какая-то? Вот этот вот. Только единственное, вот этот зеленый. Вот только вот с добавкой какой-то. Ну, может, немножко сыпется. Ну, краснодарский перед этим был. Поэтому, да. А вот что с этим мне чаем делать, я не буду. Вкусная кашка-то, Федюнь. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Арсений сказал, не надо меня снимать. Сейчас я приду. Так что, девочки, Федя только в кадре. Кушай на здоровье. Смотрите, вообще, да, ливень прям целый день. Ну, как целый день, девочки? Еще даже обеда делала? Ну, сам факт того, что прям дождь, дождь. Скоро может будет купаться. Где? Там. В луже. А у нас есть, кстати, вот за этим красным домом, там большая, между домами большая лужа. Не успевает, видимо, стекать. Так оденься, проветрить надо. Кто-то, кто это, Федь, альбом достал, смотрел? Арсений. Арсений? Да. Ну, в общем, альбом-то я вам не показывала. Но я не буду показывать там, как бы, другие дети, да. А сейчас покажу просто ту фотографию, где мы с Арсением хотела вам показать. Только, девочки, если честно, не знаю даже, как показать. Без светильника плохо. Видите, видно. Со светильником. Сейчас, может, так. Сейчас, Федь. Ну, в общем, вот наша фотография. Это вот в альбоме, ну, понятно, да? Да, и есть одна фотография с родителями. Видишь меня? Ну, вот. Когда мы подачу нашу на компьютер. Хорошо. Сейчас? Ну, могу сейчас. Хотела вам показать, девочки. Дейзи. Это. Ну, видите, испарение сейчас. Отопление включили, испаряется вода быстро. Доливаем. Надо помыть аквариум. Нормально. Ей, ему нравится в этих условиях. Ну, сколько ему? Девочка. Ну, не знаю. Девочка, мальчик. Наверное, самец все-таки, да? Кто-то мне говорил, что самец. Вот. И все нормально. Там у него своя среда. Я не знаю даже, как вот показать. Своя среда. Испарение, понятно, да? Это вот, что кальций выделяется. Вот сейчас Леша помоет аквариум. Будет все хорошо. Моем мы. Может быть, раз в три месяца. Вот так вот. А так доливаем просто воду. И все. Это как этот. Этот естественный увлажнитель. Видите с этим? Что? А у меня сушилок, если я ее в руки вожу. Нельзя в руки брать. Девочки, скажите, у вас тоже вот такими кучами стираются носки? Ну, здесь еще я стирала пару штанов. Но, посмотрите, вот сейчас мне надо будет все это дело разгребать. А почему вот так? Я-то обычно сушилки сразу же стараюсь, ну, носки складывать. А мне нужно было срочно повесить кимоно детское. Потому что завтра на тэквондо, завтра на тэквондо, потому что на следующей неделе не будет одного занятия. Тренер уезжает на соревнования. И, в общем, мне срочно надо было постирать кимоно. Девочки, между завтраком и обедом, ну, типа второй завтрак, вот мальчишки по выходным подселивают на такой йогурт. Ну, я попробовала, вкусненький. Я вообще манго люблю. Ну, и вообще манго маракуйя, что они хорошие. Так вот я себе не покупала, не пила, смотрите, проткнули. Кто-то постоянно протыкает, потому что вот эта вот здесь ручка, она такая пузатая. Видите? Ну, видимо, чтобы это типа мой, а это мой. И вот кто-то постоянно протыкает. Вот, да, вот по выходным. Не каждый выходной, то есть другой день там, и не что-то другое. Немножко подзатих. Смотрите, грибочек стоит. Арсений! Чего? Это он вышел подышать. А что, никого нет? Мама, ты какой-то технику поднимаешь? И Федя тоже одевается. Тоже хочет под зонтиком постоять, походить. Чего? А ты какую технику придумал? Технику придумал. Ты в зубах его держишь, что ли? Ты в зубах его держишь? Ясно. Почему? Сказали, пишут, бедная рыбка, блин. Ну и что, бедная рыбка, пусть пишут. А как мы по-другому-то помоем аквариум? Его надо поймать. Какая разница, каким ловить? Это что вы, девочки, понимаете? В этой кастрюле мы не готовим, в принципе. Это рондол-кастрюля. И у нее внутреннее покрытие как будто бы, знаете, катышки. И, в общем, она... Я ее не выбрасываю, она хорошая. Но вот именно, чтобы отстаивать воду, ну или что-нибудь, да, там отстаивать, когда надо, или что-то положить. Поэтому пусть будет. Приличная, по крайней мере, внешне прилично выглядит. Вот, поэтому... Поэтому как-то так. Чистая вода. Вода прозрачная. Просто стенки зеленые, ну, от света. И то, чтобы уж прямо совсем зеленый, я бы не сказала. Ну, видите. У меня у подруг, и у нас был аквариум на 200 литров, даже больше. Вообще были сильно зеленые. А здесь он стоит в таком месте, что как бы нормально. Ничего, все нормально. Он прямо с этой водой. Он сначала немножко отчеркнет. Мы сюда дольем еще в кухню. Где цветы поливаю, я у меня тоже есть отстойная вода. Зальет сюда, потом все вылит, и все будет хорошо. А она дышится, и легче ему, ей чистенько все, все хорошо. Что воды хватило, что ли? Ну, очень все нормально. Девочки, вот она я. Никуда я не пропала. Спасибо вам огромное, что пишете мне в личку. Интересуетесь, где, что случилось. Всем отвечаю. Надеюсь, что всем ответила. Ничего не случилось. Все хорошо. Чуть позже узнаете. Я просто занята. Занята, скажем так. Повышаю свою квалификацию. Расскажу вам. Я просто, знаете что, сейчас Леша помыл аквариум. Пока он помыл, поставила бульон вариться и почистила овощи. Картошку, морковку, лук. Никто не знает, какой суп хотят. Но они, в принципе, все едят нормально. Вот в эту мисочку, в тарелку, в эту люминарку-то новую. Положила как раз и картошку, и лук, и морковку. Обычно у меня люминарк белый есть, поменьше. Я кладу картошку, а лук и морковь у меня отдельно лежат. А здесь сейчас все так красиво, все хорошо. У нас что вообще сегодня должно было быть по плану? Мы у Федя в понедельник утренник. И нужно что-то купить из одежды, потому что он из всего вырос. Мне бы расхламиться еще до кучи, потому что я все говорю, надо-надо, но руки не доходят. И мы хотели ехать сегодня что-нибудь посмотреть, купить на утренник. Брючки, рубашечку, что-то. Один раз одевается это на утренник. Ну, два максимум. Все, да. А мне приятельница позвонила. Ну, в общем, как приятельница. Ну, мы сейчас дружим. Я не могу сказать, что она прям уже совсем мне близкая подруга. Мальчик из класса дружит с Арсением. Арсений с ним дружит. И, соответственно, они в школу вместе ездят. Вот Лешу возят. Дочь на улице. Так бы они гулять вышли. Федя с ними тоже гуляет. Говорит, мой слоняется, твои чем занимаются. Я говорю, вот, собираемся сейчас сварить суп, поедим и поедем Феде покупать на утренник одежду. А она говорит, у меня, говорит, есть целый мешок одежды из сада. И я не знаю, куда деть. Второго, ну, не, получается, у меня двое детей. Третьего ребенка. Говорит, я не планирую, давай я тебя отдам. А мне как бы и не нужно, потому что у Феди, в принципе, все есть, да. Ну, выборочно там что-то надо. Я говорю, да мне как бы много-то не надо, ну, просто на утренник надо что-то, и все. Она говорит, давай приходи, сама посмотришь. Я так подумала, с одной стороны, ну, да, почему нет, если у нее лежит, да. И она говорит, приходи. В общем, мы тогда поедим, и все вместе пойдем, мальчишки поиграют, а мы с ней пообщаемся, и заодно и посмотрим, что там есть. Она говорит, и обувь какая-то есть. Ну, уж не знаю, что там есть. Это Леша. Леша что-то делает. Вот. Очень даже замечательно. Если ничего не подберем, у нее мальчик стройный, ну, тогда завтра съедем, купим. Он что-то делает с проводом по полу там чего-то. Вот. Что еще, девочки? Спасибо большое. Вы меня простите, что я пропала. Да, я пропала, но потому что я не могу объять необъятное. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Соответственно, ну, нужно заниматься чем-то одним. Я не то, чтобы забила на канал. Нет, конечно. А вы знаете, как совестно? Совесть мучает. Постоянно берешь эту камеру, начинаешь что-то урывками снимать, а потом понимаешь, что не успеваешь смонтировать, потому что время идет. Ну, в общем, не получается. Поэтому да. Вот сегодня тоже хотела целый день снимать влог, чем я занимаюсь, да? Как-то что вижу, то пою. Ну, примерно как-то так. Тоже, вот видите, сейчас получается, я вспомнила, что утренник, а то говорю, ну, не успеем, и что, я потом буду метаться. Тогда, если что, мы завтра съездим уже. Ну, у меня на столе стоят фотографии Арсения и Федя. А цветок же стоял, пальма, которая сейчас стоит в кухне. И мне, когда я за компьютером сижу, мне не видно их фотографии, потому что пальма закрывает, горшок открывает, а сейчас прям так хорошо видно. А вчера Арсений, слушайте, он же освобождается со школы до рана, парапылесосил, помыл полы, разгрузил посудомойку, грязную посуду поставил в посудомойку. На столе там что-то сделал, чашки, правда, ну, которые я в ящик нижний ставлю, поставил все наверх. Ну, в общем, ладно, свой порядок навел. В общем-то, все хорошо. и приносят на стол, на этот, на круглый, на нашу, в кухне, ставят, значит, орхидею, которая у меня в кухне стоит. И без нее сразу так пусто там стало, а я на диване как раз лежала. Лежала, девочки, полежать у меня времени не хватает. Ну, лежала, сидела, но я в телефоне была. Я говорю, нет, сынок, обратно верни ее, потому что там, мне прямо вот, я вижу только там, и мне очень нравится, что эта орхидея стоит там. принес, ну, типа вот такой у нас, у них в детской комнате, только маленький. Как это все так называется? Знаю ведь, как называется, девчон. Сансивьерия, они же бывают разных видов, есть вот небольшие. Принес из своей комнаты. А горшок такой достаточно большой, я говорю, принес эту пальму, поставил. Я говорю, ну, вот так вот нормально. Говорю, здесь все время стоять не будет. Ну, сегодня мы можем с ней поужинать? Я говорю, можем. Вот, оставила, и вот даже до сих пор там стоит, я не убрала еще. Надо будет, ну, обратно принести. Просто, мне кажется, там света ей мало, хотя с другой стороны, к чему здесь тоже как-то, ну, не особо много, нормально. Вот, девочки, что тогда? Завтра Вера хочет приехать. Кстати, да, если надо как-то распланировать все это, ну, я просто, типа, сегодня приеду. Я говорю, нет, сегодня не приезжай, сегодня я в гости иду. Ну, вот она буквально недавно позвонила. А мы как раз, когда пойдем, не знаю, пойдет Леша с нами или не пойдет, если не пойдет, ну, прям отдохнет, по крайней мере. А то вот, когда выходной день, когда вот такая погода, прям мальчишки не находят себе места. Но они поиграли, груш побили, что-то там в приставке чуть-чуть поиграли. Вообще, в приставку практически не играют. Это я им накидываю, там, книжки почитаете. Не хочу, не хочу, мы пойдем к товарищу, к другу. И вот они уже все, когда пойдем, я говорю, когда я сварю суп, бульон у меня варится, ну, я говорю, все нормально. Сейчас, когда сварю, поедим и пойдем. Поэтому, поэтому как-то так. Что, вроде бы больше особо-то никаких новостей, поэтому, спасибо большое, что были с нами. Вот я надеюсь, что сегодня влог получился очень короткий. Тогда, может быть, у меня получится небольшие снимать каждый день. Вот вы пишите, что скучаете, и я скучаю, девчонки, безумно скучаю по вам. Но, вот, немножечко подождите. Ну, я надеюсь, вот я говорю, что завтра тоже что-нибудь сниму. Вот Вера приедет, тоже будет контент. Все люди не знают, что на ужин готовить. Я так подумала, что раз Вера приедет, можно картошку тушеную, в принципе, приготовить завтра. А сегодня, не знаю, что. Ну, ладно, решим. Я еще с супом не определилась. Ну, не Гороховый. Гороховый вот был крайний. Не хочу. Пошла думать, пошла готовить. Спасибо большое, что были со мной, с нами. Всем пока. Пока, мои хорошие.